Слава нашему Господу Пусть Бог поможет нам, чтобы мы поразмышляли Я начну с того места, которое обычно читается во время преломления 1 Коринфянам 11 глава 26 стих Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет И я буду читать дальше Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром Можно так сказать, такой страшный отрывок Здесь описывается, что оттого и больны, и умирают, потому что недостойно принимают Но я хотел бы заострить внимание на то, что как мы можем проверять, если мы достойны или нет Написано здесь, 27-й посему, кто будет, извиняюсь, 28-й Да испытываешь же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей То есть, если человек не участвует, то есть, ну, бывают причины важные Может, что-то случилось, не успел примириться с кем-то Ну, бывало такое, что наблюдал картину, когда только начинается преломление Человек встает и уходит со служения Он не возвращается больше того дня То есть, какая-то причина или что-то дает человеку понимать, что лучше уйти Не получить этого, можно сказать, причастия с Богом Лучше уйти и не прийти больше, чем поучаствовать и стать частью со Христом И всегда, когда я вижу такую картину, оно печально, оно даже больно смотреть, что человек не соизволил Не соизволил продумать свой путь, проверить свое отношение Как он относится ко Христу, как он относится к причастию И преподщел выйти и не участвовать, потому что какая-то причина Может быть, у человека грех, который он не примиряется долго с кем-то Может быть, человек живет в активном грехе И он любит свой грех настолько, что ему интереснее уйти и не поучаствовать Чем поучаствовать и быть, можно сказать, осужденным Но написано в последнем стихе, написано Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром Оказывается, Библия говорит, что быть осужденным с миром намного страшнее, чем быть наказанным, что поучаствовал и Бог тебя бьет за то, что ты недостойно или неправильно поучаствовал Я хотел бы, чтобы наше отношение к преломлению, оно изменилось в корне А в корне изменяется это, когда мы серьезнее просматриваем свой путь Одно место есть такое, в этой же книге, пару стихов, то есть пару глав назад, 9 главе 1 Коринфянам, с 24 стиха Павел говорит такие слова Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить То есть Павел говорит, что мало будет тех, кто получит награду Но вы должны бежать так, чтобы получить Все подвижники воздерживаются от всего Те для получения венца тленов, а мы не тленов И потому я бегу не так, как на неверное бьюсь, не так, чтобы только бить воздух Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным Здесь Павел говорит, что здесь нужно какое-то, можно сказать, старание Нужно что-то приложить, чтобы все-таки не напрасно христианство мое оказалось Чтобы, принимая участие в трапезе Господней В определенное время я не был человеком, который бежал без награды А ведь такое будет, и Библия об этом говорит И хотелось бы сегодня заострить наше внимание Что наше отношение к преломлению, к причастию с Богом должно в корне меняться Потому что, если я, например, пытаюсь компенсировать Я продолжаю не участвовать и жить в своем грехе Может быть, компенсирую тем, что какие-то дела делаю Может, денег больше дам Или еще что-то, бывает, люди и так пытаются искупить свою вину Своё, можно сказать, неправильное отношение к причастию с Богом Пусть Бог поможет нам, чтобы, пересматривая свою жизнь Мы не стали людьми, которые бегут просто, чтобы бить воздух Чтобы мы стали людьми, чтобы с каждым причастием Когда мы причащаемся, мы становимся больше похожими на Христа У нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе Наши дела должны со временем очень быть похожи на дела Иисуса И наша жизнь, она преображается С каждым причастием к телу и крови Мы становимся больше похожими на Христа Пусть поможет нам Бог, чтобы, ставшись сейчас на колени Мы могли просмотреть наши отношения к преломлению Пусть имя Его будет прославлено за все Ему слава Аминь, помолимся Отец, мы Тебя славим Тебя величаем, всемогущий Бог Всемогущий Царь, Ты нас видишь